Главную выставку Анапы закрывали с участием трансформеров на фоне трансформации рынка курортных услуг. По словам заместителя главы города курорта Людмилы Терещенко, отели и санатории готовятся принять тех, кто в наступившем году предпочтет отечественные курорты заграничным. Если в минувшем году по системе «Все включено» работала пятая часть курортов, то в этом году продажу таких путевок открыли или откроют более третий городских предприятий. Активно переходят, стараются у нас. У нас есть предприятия, они переходят в этом году, над системой «Все включено», начиная от оборудования пляжных территорий и территории, на которой расположены сами здравницы. Городские власти отмечают, что из-за дрожающих энергоносителей общий рост стоимости отдыха в Анапе составит порядка 5-7% к прошлому году. В мэрии говорят, что одна из основных задач – сделать колебания максимально незаметными для потребителя. Сергей Услугин отмечает, что его предприятию удается сдерживать цены, при этом повысив зарплату персоналу на 5-10%. «Все путем снижения затрат, но не зарплаты. Мы ведем постоянную работу по снижению себестоимости путевки, поэтому мы имеем возможность не поднимать стоимость путевки ежегодно». По данным городской администрации, сегодня места в отелях и санаториях города уже забронированы на 80%, больше на 10-15%, чем на аналогичную дату в минувшем году. «Мы ожидаем роста желающих и просто по путевкам, и по курсовкам. Сейчас вот процентов в этот сезон, процентов на 15, но на лето, конечно, все будет сверх, ищем дополнительные номера». Вера Севрюкова считает, что с заграничных направлений предприятие, которое она возглавляет, никого не переманивает. Спрос на лечебные путевки увеличивается из-за более пристального внимания жителей России к собственному здоровью. В мэрии же, фиксируя общий рост спроса на отдых в Анапе, говорят о вакценте на пляжах, которые, по словам Людмилы Терещенко, будут благоустроенными и чистыми, а отдых в целом – качественным, доступным по ценам и безопасным.